Вот этот вот звук такой, я от этого звука испугалась. У меня уже подсасывает память на телефоне. Подложечкой сосет. Пошли вот так. Вот так. В подворотню завернем. Ой, смотрите, жовто-облакытные. Смотри, под ноги. И пахнет так прям соответствующей мочой. Жовто-облакытные надписы. Жовто-облакытные надписы. Какашками, тисяшками. Все на свете пахнут. Потому что бухают в парке, бутылки бьют. Вот так. Вот так бутылки бьют, куча стекла. Потом ссут и срут по деревьями вот этими. Вот. Вот, по-моему, вот это торговый центр Тихоокеанский, если я не ошибаюсь. И Киевси. Как пахнет картошечкой. Ммм, какой запах. Ну, вроде как они на вынос работают. И они работают. Да-да-да, кошечки для машин. Для машин окошечки. Надо на такси заехать к ним. Пожрать, купить. Прямо ссуну вот эта штука работает. Понял? Они не работают, Домерчик. Они не работают как ресторан. Они работают на вынос. И на доставку. Понял? То есть ты можешь на машине подъехать к вот этому окошечку. Макдональдс это называется Макдрайв. Ты подъезжаешь к окошечку, заказываешь, что ты будешь кушать. И тебе выдают вот это. Так что, друзья мои, в Киевсе работает выдача. Вот машинкам выдают кушать. Я не знаю, как это... Давайте до паспортного дошли. Да, давайте до паспортного дошли. Да, мы практически дошли до паспортного. Мы сегодня прошли огромное количество. Вот. Поэтому я... Не знаю, видно, нет. Показать. Показать вам, что ли. Показать. Вот. Я говорила просто, что я поправилась. Вот как-то. Видно, нет. Видно, нет. Но лицо у меня всегда полнеет быстро. Лицо у меня всегда полнеет быстро. Что, звонит кто-то? Нет. СМС-ку кто-то написал? Нет. Нет. Это приложение. А приложение это всегда не к спеху. Приложение это всегда не к спеху. Давай ручки. Автовокзал. Да, мы далеко довольно-таки зашли с Дамиром. Что-что? Автовокзал. Ну, автовокзал это вокзал с автомобилями, Дамир. Это когда с автобусами. Ты садишься в автобус и куда-то едешь с автовокзала. Понимаешь? Есть железнодорожный вокзал, а есть аэропорт. Давай сюда. Назовем так авиавокзал. Вот тут какой-то МВидио, еще какие-то торговые центры. Извини, если коцну случайно. Это все твои палочки. А мне неудобный телефон. Тут какой-то забор страшный. Я не знаю, что-то поросло, там дома, он наверху. Что-то цветет. Ну, воняет, конечно, капец здесь. А? Россию мы никогда не обойдем. Мы только с тобой ехали сюда трое суток. Что пешком? Ну, мы очень много сегодня прошли. Вот честно. Мы сегодня очень много прошли. К слову, если по поводу съемки. Если вчера никто не обращал внимания на это, и для всех это было нормой. Ну, по большей части для молодежи, если это была норма, то сегодня это прям вызывает какую-то бурю эмоций. У кого-то смех, у кого-то негодование, у кого-то вообще испух. И для меня это очень-очень странно, когда это вызывает столько эмоций. Потому что, ну вот, большинство людей реально не обращают внимания. Вот, но некоторые ведут себя настолько странно, как будто это прям их заботит. Как будто это их прям волнует. Как будто для них это прям смысл жизни. Показать свою реакцию на то, что я... Я, честно, не знаю, где когда будет конец. Вот серьезно, я не знаю. Но мы с тобой вот туда доходим, вот. Вот. И все, и возвращаемся домой. Надо домой тех же. Мы уже с тобой долго гуляем. И очень много прошли. Мы с тобой едем 20 минут на такси, 25. Вот. Давай руку. И то это по дороге, это по бырику. А мы тут с тобой сейчас круги уже не первый час наворачиваем. Нога мы прошли. Мы с тобой прям на спорте. А я к тому, что, ну, худеть начала наконец-то. Вот вы поспособствовали нашей долгие прогулке. У Дамира перестали так болеть ноги. Он чуть выйдет, у него уже ноги болят. Он уже прям не может на корточке садиться. Блин, к помаде прилипли волосы. На корточке садиться. А сейчас мы стали больше ходить. Ножки развиваются. И мы уже ходить большие траектории легче. Так вот, по поводу комментариев. У меня такое ощущение, что люди, которые вот поржали, что для них это прям вот смысл жизни показать свою реакцию. А вот чем заканчивается вся эта история, весь этот парк. Такое, знаете, в ночи и прибитые могут здесь. Будешь где-то пьяной девочкой, подростком, нажрешься вот так в компании, да? Будешь идти бухенько шататься. А тебя оп, и примет кто-нибудь здесь. Какой-нибудь маньяк, как в песне у муми-тролля. Мама, это потерянный город. Какой-то, да, потерянный город. Он как в сказке кто-то хворост собирал. Вот, вот так выглядит хворостами. Маленькие сухие веточки. Так вот, как будто смыслом жизни этих подростков было показать мне свою реакцию. Мне насрать на вашу реакцию. Мне это неинтересно. Вот о чем я. И мне кажется, что большинству людей вообще наплевать на реакцию. Или на мнение какого-то бы то ни было. Я думаю, что это речка, а не море, по которой мы как раз таки ходили. Дамир, вот, пожалуйста, не надо ходить по грязи. Почему я иду по сухому, а ты поперся в самую грязищу? Море не море, мы туда уже и не идем. Потому что лазить по вот таким вот подворотням мы не будем. У нас есть городской пляж, а это, скорее всего, речка. Нет, это не море, сынок, это река. А мостик... Твою мать! А мостик продолжается с этой речкой. Вот так тут выглядит. Сия местность. Так, тут железнодорожный... Железнодорожные пути, а? Так, пойдем уже завтра дальше исследовать. Ну, хочешь, вот туда вот. Там, по-моему, детская площадка. Вот мы до нее дойдем, но на ней кататься мы не будем. А если надо, мы послезавтра с собой возьмем побольше пожелать и сходим туда. У нас лето длинное. Мы с тобой можем еще и 350 раз и ножки помочить, и на пляже посидеть, на пледе, и на траве где-нибудь посидеть, в кустиках на пледе, и еды с собой набрать. Хорошо, давай послезавтра мы туда сходим. Продолжим наши исследования. Ребят, не могу выключить камеру, не могу перестать делиться эмоциями, не могу перестать делиться городом, как выглядит, что выглядит и так далее. Ну, не могу остановиться прям, не могу остановиться делиться своими мыслями. Кому-то на них наплевать, кому-то интересно. Для кого-то это лишний повод начать заниматься блогерством, перестать стесняться, увидеть, что я абсолютно не стесняюсь прохожих, окружающих людей, мне абсолютно плевать. Но если это открытое, ты хочешь покататься, да? Мы не успеем к папиному приходу, он голодный-холодный будет стоять под дверью, да? Дамир, уже надо будет выходить, уже надо идти домой. Мы очень долго путешествуем. И если эта площадка, допустим, к кафе относится, то ты не покатаешься на ней. Ой, как пахнет вкусно. Шашлычком, шашлычком. Какая-то железная конструкция обшарпанная. Ну, гарью. А гарь почему? Потому что жарят шашлыки. Вон оно, дорогу надо, наверное, переходить, да? Где мы? К этой штуке нужно переходить где-то дорогу. Судя по всему, да? Или нет? А, там мостик есть. Там мостик. Короче, там детская площадка, она вся, короче, в детях. И Дамиру туда надо. Я же тебя не сниму оттуда через 10 минут, я подозреваю. Находится детская площадка возле торгового центра «Апельсин». Что закончились? Мостик. Короче, мы вот переходим дорогу, мы вот здесь. Вехашик, апельсин, гипермаркет какой-то, в Санбери. Магазин детских товаров «Бубльгум». Мне когда-то Володя предлагал там работать, когда-то он и сам там хотел работать. Ну, пойдем, пойдем, хорошо. Хорошо, давай, я тебя поснимаю немножко. Спасибо.